Свистать всех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня в эфире Александр Петров и я хочу поговорить про нерв немецких линкоров, разобраться поподробнее, кого уж там нерфят и насколько это все дело страшно. Кстати, нерфят не только линкоры, но еще и крейсеры и получается не только просто немецкие прокачиваем линкоры, но и премиум. Тирпиц, Шарнхорст, тот же Кёник Альберт, Wargaming имеет вроде как бы установку не нерфить премиум на технику, но получается, что так же как в истории с Тирпицем, когда немцам не нерфили Тирпиц, но понерфили немецкие орудия. Здесь получается тоже, мы не нерфим преми, но мы нерфим орудия. Друзья, поставьте лайк под этим видео, если вы так же как и я против такого нерфа. Жахните лайк, давайте собирать как можно больше лайков, чтобы Wargaming нас услышал и не делал такие вещи с теми кораблями, которые нам нравятся. Ну ладно, давайте разберемся поподробнее. У меня здесь почти все немцы есть в порту. Что же у нас происходит? Значит, написано в патчноуте, ну точнее это не то, что патчноут, это слив с супертеста, что немецкие фугасы урон уменьшается у калибра 88 на 100 единиц. Это в общем-то не особо страшно. И у 105 мм тоже на 100 единиц уменьшен урон. Ну вопрос, друзья, не в уроне. Вопрос именно вот в чем. Шанс пожара уменьшен практически в два раза для всех орудий. А мы знаем, что основная фишка, когда мы идем на бисмарке, когда мы идем на Тирпице в ПМК билде, мы поджигаем вражеские линкоры. И это позволяет нам на близкой дистанции перестрелки добавлять еще лишний урон от пожаров, которые делает наша ПМК. И вот как раз именно вот это вот и нерфится. Вы мне скажете, а вот в патчноуте не было такой информации о том, что будет нерв. А оказывается нет. Разработчики на форуме, когда им задали вопрос, вот такой вот. Вот, господа, слух прошел, немецкие линкоры на ПМК нерфить хотят. Вот. Разработчики отвечают. Тарелка. Характеристики затронутых снарядов нужно было перевести в норму. То есть снаряды нерфят. Даже не линкоры, не ПМК, а снаряды. Шанс поджога на 105 мм выше, чем на 128, что несколько неправильно. Если описанные изменения приведут к тому, что фишка потеряется, мы скомпенсируем это другими. Это ТХ, но в данном случае шанс пожара был чрезмерный. Так что причин паниковать не вижу. А вот теперь давайте посмотрим, на каком линкоре 128 мм стреляет фугасами. Мне вот даже прям интересно. Сейчас я вот прям меня... Знаете, вот просматриваю я, интересно мне. 128 мм стреляет фугасами на Гроссер Кюрферсте. Вот. Это, в общем-то, единственный линкор, на котором 128 мм стреляет фугасами. Потому что мы сейчас посмотрим на Гроссы. Я, возможно, ошибаюсь, но мы сейчас все подробно рассмотрим. Здесь нет 128 мм, так же, как и на Терпице и так далее. То есть, получается, из одного линкора Гроссер Кюрферст, которого, кстати, не коснутся изменения ПМК, проходит вот такой вот ребаланс. Ну, разработчики могут возразить, конечно, что речь идет не столько о линкорных фугасах. Вот, посмотрите, здесь 5%. Сколько о эсминцах, которые у нас здесь есть. Вот, например, тоже ЦАТ-52 обладает орудиями. Да, 128 мм. И мы здесь имеем повышенный шанс пожара за счет, видимо, флажков. Сколько у нас дают флажки? Давайте посмотрим. Те, флажки дают... По-по-пам... 1%. То есть, получается, что здесь у нас будет 6% пожар, а на Кюрферсте, получается, пожара будет 5%. Ну, в общем, какая-то очень притянутая за уши, по-моему, логика, что это мы равняем с этим, а орудия все равно здесь 5%. Да, ну, в общем, загадка. Загадка, как именно, что тут хотят, к чему подтянуть. Давайте разберемся, на какие корабли это, в первую очередь, окажет влияние. Естественно, это Тирпиц. Естественно, это Бисмарк. Это два корабля, у которых вот эти вот орудия, 105 мм, вот они выглядят вот так вот. Они имеют возможность с дальних расстояний прилетать в вражеские линкоры, прилетать в настройки и поджигать их. На ближних расстояниях эти орудия не столько эффективны, потому что, в основном, фугасы попадают в борт, но вот на дальних расстояниях они прям очень даже запросто могут поджечь противника. Итак, Бисмарк Тирпиц. То же самое, та же самая история с Дергросса, у которого стоят точно такие же пушки. Мы сейчас проверим, может быть, здесь что меняется. Нет. Все, ПМК точно такой же, 105 мм. Отлично. Это никоим образом не касается Гроссер Кюрферста, у которого орудия 128 и 150 мм. Далее. Больше всего это, опять же, касается Шарнхерста, у которого тоже есть эти вот орудия. Вот они, 105 мм. А самое интересное, что это никак не касается Гнезинава, у которого вспомогательный калибр 128 мм. Вот. Единственное, когда это будет касаться Гнезинава, если Гнезинава будет у нас... Поправьте меня, да, в стоповом корпусе. Здесь у нас появляется орудие как раз 105 мм. В топовом корпусе на Гнезинава никакого эффекта это не оказывает. Здесь, кстати, тоже шанс поджог 5%. Далее. Бавария. 105 мм. Есть такие орудия. Причем на Баварию это окажет, наверное, самое большее воздействие, потому что вот эти вот пушки, они очень прикольные. Они очень хорошо стреляют, очень хорошо поджигают, если вы играете на Баваримных ПМК. А вот эти вот орудия, ну, с них достаточно сложно попасть, потому что они установлены тут под хитрыми углами. И так далее и тому подобное. Далее. Кёник. Смотрим на артиллерию. 105 мм. Есть тоже такие орудия. Кайзер. А здесь 88 мм. Тоже эти орудия, они выглядят, кстати, примерно так же, тоже они будут ослаблены. Так, развитие. Давайте посмотрим на Насау. 88 мм. Тоже ПМК здесь. И в топе тоже 88. И, кстати, очень много. Ну и очень серьезно коснется это, опять же, кого, конечно же, Кёнига Альберта, у которого тоже много вот этих вот маленьких ПМКшных пушечек. Вот они вот такие вот забавные. В общем, фактически, фактически, не коснется этот нерв всего двух кораблей. Гнезинау и Гроссер Кюрферста. Потому что у них просто нету этих орудий. И получается, что урон от пожаров, понятное дело, что урон от самого ПМК, но он не сказать, что прям сильно значительный. Он вот на том же терпится играешь, он где-то процентов, может быть, 20, там 30, если хорошая была заруба. И то не всегда ты лезешь в ближний бой. Но процент именно от пожаров, это очень высокая штука в нанесенном уроне. Если есть пожары по вражеским линкорам, по вражеским крейсерам, это всегда здорово, потому что это помогает нам при перестрелке на ближней дистанции. К сожалению, пожаров теперь будет ровно в два раза меньше. Ну и, естественно, брать флажок, скажем, на поджог для того же там Бисмарка и терпится, это, наверное, не очень прикольная идея. В общем, друзья, вот такие дела. Хочу вас одновременно и расстроить, и расстроить. Но могу сказать, что нерв будет не супер космический в плане там урона, но вот именно поджигающая составляющая будет уменьшена в два раза для всех кораблей, кроме Гроссер Кюрферста и Гнезинал. Хорошо ли это? Мне кажется, что не очень это хорошо. Надеюсь, что разработчики все-таки, если и уменьшат вот эту вот составляющую фугасную, поджигающую, то не таким сильным образом. Потому что, да, Бисмарк, он достаточно, в общем, гнет своими орудиями ПМК, но сказать, что прямо, знаете, Бисмарк Ол-Ол-Отан на восьмом уровне все уничтожает, я бы этого не сказал. Но в любом случае история покажет. Напоминаю, друзья, поставьте лайк под этим видео, чтобы поддержать мою идею о том, что премиум корабли, такие как Тирпиц, Шарнхорст, не должны никак испытывать нерф из-за того, что мы нерфим там снаряды. Да? Все-таки за эти корабли мы платили свои собственные деньги, и, в общем-то, это не очень круто, когда их у нас с вами нерфят. Мне лично хватило вот того нерфа Тирпица, когда ему занерфили орудия. Хотя разработчики говорили, ну что такое, мы занерфили орудия у всех немецких линкоров, потому что они очень, типа, точно и хорошо попадают. Но, на мой взгляд, это не очень здорово. В общем-то, друзья, спасибо, что смотрите. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Увидимся с вами в открытом бою. Надеюсь, что информация была вам полезна и интересна. С вами Тури. Пока-пока. Дорогой друг, если тебе нравится наше творчество, обязательно подпишись и включи уведомления о новостях нашего канала. Это позволит тебе первым видеть наши новые свежие видео и обязательно участвовать в наших стримах. И, пожалуйста, напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого видео. Я обязательно прочитаю, потому что для меня это очень важно. А также я приглашаю тебя посетить наши группы ВКонтакте, на Фейсбук и в Инстаграме. Это позволит тебе участвовать в викторинах и розыгрышах, которые регулярно проходят в наших группах, а также наблюдать за жизнью ведущих нашего канала. А сейчас появится большая красивая картинка с бегемотом, нажав на которую ты сможешь подписаться на наш канал и еще два интересных видео, которые тебе обязательно стоит посмотреть. До новых встреч, дружище! Пока-пока!